И шел под пулями, под нарадами, нарады падали. На улице Пушкина в Слониме у памятника воину-освободителю прошел 9 мая многолюдный митинг, посвященный Великой Победе. 73 года назад возвестивший миру о разгроме нацистской Германии и агрессора, развязавшего самую кровавую бойню в истории человечества. 26 миллионов 600 тысяч жизней советских людей забрала война. Дорогой ценой далась Победа, а иначе и быть не могло, ведь захватчик овладел всей Европой, ее экономическим потенциалом. И одолеть врага могли только люди, беззаветно любящие свою родину. Таким гранитом оказался советский народ. Время неумолимо, а в районе на день 73-й годовщины Победы осталось 37 ветеранов войны. Лишь четверо смогли приехать на праздник к Вечному огню. Среди них Михаил Наумович Сивоха, человек вместе с тысячами других бойцов, бравший Берлин. К участникам митинга обратился председатель райисполкома Геннадий Хомич. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью всех, кто не вернулся с полей сражения, кто был замучен в лагерах смерти и за стенках дестапо, кто умер от тяжелого труда, холода, голода, отдавая все для фронта и для победы. Скорбим о ветеранах, чьи сердца остановились в мирное время. Почтим их память минутой молчания. Значимость победы отметили в своих выступлениях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Сопикова, председатель районной ветеранской организации Анатолий Кудырко, архиепископ Гурий. Уважаемые присутствующие, дорогие друзья, пусть в этот праздник, великий праздник, у вас на душе будет светло и спокойно, а в сердцах вечно живет благодарность тем, кто отстоял для нас это чистое небо. Берегите нашу мирную Беларусь, сохраните эту память для своих детей и внуков. Без этой памяти и уважения к прошлому мы не обречены в будущем. С большим и светлым праздником вас, слонимчане! Крепкого вам всем здоровья! И мне хотелось пожелать, чтобы для нас это была встреча радостной, чтобы нам не было стыдно, что они, быть может, в молодости отдали самое дорогое, что и мир от Бога, земную жизнь. А мы мало потрудились, чтобы процветало наше дорогое Отечество. Поэтому поздравляю с этим великим праздником, Днем Победы. Хочу пожелать всем нам, чтобы мы достойно и добросовестно трудились на этой благословенной Богом земле. К вечному огню направляется бессмертный полк. Дети и взрослые несут портреты солдат-победителей. Торопитесь, ребята, не торопитесь. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Повлекших снимков разных лет, бездна война, эпоха и столетия, груз в ординах за множество побед, за мир в стране, за многие столетия. А с добытым окопе, кто отзморы на спаленой небе прилег, а ле усе по загаду, на перат, навод мертвые готовы встать и у атаку пасти, под ворожью лавину танков взрываются зоры над нами, атака, сестра, коли я не закончу письма, ты допишешь, родимый рубеж, перайшли мы, и семьи, и сябрам с Белоруссией, привет, перашляши. Команде МИД-колледжа вручается кубок за победу в районной патриотической игре «Знай свой край». К памятнику воину-освободителю и братским могилам ложатся венки и цветы. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорбная минута молчания. А марш оркестра возвещает чеканный шаг воинов 11-й мехбригады как дань памяти героям войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее улицу заполняет огромная колонна велосипедистов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Им на смену появляются мотоциклисты. Промчав по улицам города, моторизированная колонна направилась по местам боевой славы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА